Добрый-добрый-добрый день всем еще раз! На микрофон на друг это студия игрокам ТВ И мы продолжаем сегодняшний день У нас на повестке последнее противостояние Мы кастим матчи Дрим Лиги Матчи уже прошедшие, но в лайв режиме Микрофон на друг, студия игрокам ТВ Приятного вам просмотра Переходим к матчу между командой Alliance и командой Virtus.pro Сейчас они Virtus.pro, Polar, но по сути это все те же Virtus.pro Alliance уже забрали себе Vespa и Tini И это у ее как сложно будет для команды ВП Вывозить этот мульти-дэмэдж Есть Beastmaster, есть Bane и есть Mirana Две комбинации, две супер рабочие Практически 100% решающие комбинации Это Ves plus Tini На Мидлейне или не на Мидлейне, где угодно И Mirana плюс Bane Найтмэр и стрела туда в Найтмэр Все В принципе минус один делает одна комба Минус один делает другая комба А там уже как пойдет С стороны команды Virtus.pro, Polar Тут я смотрю АОЕ Некая комбинация Вырисовывается Тайтхантер Имеется Есть Гирокоптер с кулдауном Есть Queen of Pain с Sonic Wave Ну и Ventureful Spirit, которая по сути Которая по сути будет ходячей Суицидальной аптечкой Такой для команды Virtus.pro, Polar Все время придется высвапывать Гирокоптера Спасать отовсюду Я думаю, что Найтмэр от Бэйна будет сразу же По Гиро лететь у нас По Иллидану Вот и Винге придется максимально сконцентрироваться На помощи своему мейнкерри Ну и последний пик от ВП Polar По лайнам, в общем-то, все ясно Надо еще один саппорт команде Virtus.pro Queen of Pain пойдет на мид Тайтхантер Сложная линия для Фобоса Год забирает Квапу Иллидан берет себе Гирокоптера Ну и дальше ФНГ, скорее всего, заберет себе Вингу Или Лил Тут уже без разницы Ну и еще один герой, который Более-менее просаппортить сможет Никакого подхила нет у команды Virtus.pro Polar Это не есть хорошо Дазл у нас не в бане Лайфстилер для ВП Polar Приехали Иллидан забирает себе Лайфстилера Гирокоптер Кто у нас? Для кого у нас? Лил забирает себе Вингу Год берет Квапу ФНГ берет себе Гирокоптера И Тайтхантер для Фобоса Приехали вообще ФНГ у нас Гирокоптер И это не кинюкер саппорт Гирокоптер Посмотрим, не тухляк ли это в принципе Лода забирает себе Тини Пайкат берет себе Мирану на мид Вот так вот Бестмастер Значит отправится у нас в сложную Ну или не на мид берет Пайкат Мирану Но в любом случае берет Пайкат Мирану Потому что Тинник С виспом в паре И Тини безусловно должен быть для Лоды Вот А Мидлейн это будет Для Тинина с виспом Или это будет легкая линия Сейчас узнаем Пайкат забирает Мирану Обыкновенно для Пайката роль Мидерная, классическая Бестмастер Для Адмирал Бульдога Оффлейн команда Альянс Тоже заняты и тоже понятен Ну и последний пик от Альянс И переходим непосредственно к матчу Ну что, игра обещает быть интересной Мы уже сегодня с вами посмотрели Матч между командой Нави и командой Эмпайр С победой 2-0 в пользу Империи После этого мы наблюдали как Нави 2-0 слились с Альянсом И теперь смотрим получится ли Альянсом Одолеть команду Virtus.pro В общем-то игры эти все были сыграны В гугле есть вся информация Пожалуйста, не спойлерите ее нам в чат Потому что мы очень легко можем вас из чата удалить Это не угроза, это просто предупреждение Не портите Прошу вас не портить впечатление от игры Всем, кто этот матч не смотрел Или тем, кто знает результат Но не знает, как что здесь пойдет Потому что я тоже специально не смотрел этот матч Только с единственной целью Чтобы позже его прорекастить И чтобы все это не было как в дешевом провинциальном театре Все наигранные эмоции Мувов и результатов, которые я уже знаю Поэтому я заведомо ничего не знаю Вот и первый раз наблюдаю данный матч Приятного вам просмотра Надеюсь, все будет интересно В принципе, уже по пику понятно, что все будет интересно Мувы в любом случае будут яркие Что от Мираны, что от Лоды на тине Да и здесь по пику команда Virtus.pro По наличию лайфстилера для Иллидана Мясо должно быть знатное Топ руна для FNG на гирокоптере Факен Мэда отсюда отгоняет В четвером вообще игроки команды Virtus.pro На топ лейне Поэтому даже близко Адмирал Бульдог не подходил Ну и Аки забирает себе руну Баунти, разумеется Все это для быстрой батлы Которая уже у нас в курьере летит Саппорту команды Alliance По расстановке лайнов Давайте сразу все определим Винга вместе с Иллиданом FNG и Иллидан будут у нас на топ лейне Пока что на мид лейне у нас FNG вместе с Годом Не знаю, куда в итоге пойдет гирокоптер Возможно на топ лейн Но скорее всего Фобос В принципе и в соло неплохо Тайдхантерам должен отстоять Стоять ему придется До сих пор непонятно против кого Скорее всего против Лоды Нет, не против Лоды Скорее всего против Мирана и Факин Мэда Да, Мирана уже идет по нижнему лайну Мид лейн у нас Тинни плюс Висп Все в принципе классические И комбинация рабочая FNG уже рядом с Годом Никуда отсюда гирокоптеру По сути уходить нельзя Ну или как минимум Почаще здесь появляться Потому что Лода может Поиздеваться над Квапой Это не проблема Хотя Квапа принимает Наверное единственное Верное решение в данном случае Просто гнобить Лоду Постоянно поливать его Шадоу страйком Постоянно бить его с руки Харасить И не позволять Лоде Выформить толком Левел Не позволить ему Спокойненько стоять И зарабатывать артефакты На ранних минутах То есть это Наиболее верное решение Почему Если Лода Выфармливает свои артефакты Если вообще Тинни плюс Висп Зарабатывают свои артефакты То потом отбиться от них Попросту нечем Нечем и некому Это очень серьезная комбинация Очень хорошо дамажащая И Аганимы БКБ найти Не решает абсолютно все вопросы На нижнем лайне Факен Мэт против Фобоса Сейчас сражается Просто по харасу здесь Решили разобраться Ну что Пошла стрела у нас Фобоса Уже здесь ФНГ ФНГ с Рокет Баражем Факен Мэт на лоу ХП Ну и Фобоса в итоге забирает Факен Мэт выживает А Фобоса забирает Команда Альянс И ферстблат для Пайката Мейн керри Команда Альянс В данном случае Мирана Не имеет Мирана Мирана на легкой линии Поэтому Пайкату фармить Фармить Еще раз фармить Ну и Покупленным Блэйдс А так вы я думаю Понимаете Что тут будут фазы Тут скорее всего Будет Может даже Мейлстром В итоге будет И Мирана здесь будет Наносить Максимальное количество Дэмэджа На медлейне Лода Без маны Пока еще Но идут за руной Руну скорее всего Забирают Да здесь год Ничего толком С руной сделать не может У него только А ничего у него Толком Толком Ничего не идет Году Никаких батлов Пока еще К вопе не прилетело Попал у нас В хилинг селф Закупается Мирана В это время Забирает Гирокоптера Где это случилось Это случилось у нас На Нижней руне Провтыкал Бывает Альянс уже выигрывает С счетом 2-0 500 голды В пользу Для Альянс И по экспириенсу Virtus.pro повыше Немножко находится Год начинает Настреливать по Аке Ну и уходит отсюда Потому что лода Под тизером Неплохо В принципе Наваливает Квапе Квапа не самый Жирный герой На ранних левелах Поэтому Танковать Стоять Дэмэдж от Тини У которого чуть ли не Максимальный дэмэдж На раннем левеле Все таки Это было бы Бессмысленно ФНГ С флагкеноном И с Рокет бараш Даже немножко удивительно Все таки ФНГ у нас Некую роль Саппорта Или даже Ганкера Исполняет Почему не вкачать Здесь Хоминг миссил Не ясно Дэмэджа Всего ничего 50 дэмэджа Для ФНГ Никаких артефактов На дэмэдж Тоже нет А ракетка била бы Не кисло Я думаю Оппонентов Ну Не вкачал Не вкачал Вообще Не мое дело Года 615 на руках Надо еще парочка Крипов Чтобы быстрее Принести себе Боттл Год должен Начать контролить Рун и должен Хотя бы Тинни Виспа Оставлять без рун Это уже Безусловный плюс Все Год уже Приобретает себе Боттл Боттл полетел Лайфстилер От Иллидана В это время Забирает Бестмастера Через Станвенги Через Крик Забрали Бестмастера Ну и здесь Опен Ваундс В два вкачан У Иллидана Не сориентировался Я не успел Да что ж такое Ну пятая игра Может быть Пятый час в эфире Может Дается уже Дает о себе знать Развалили у нас Виспа На топ руне Пришел Висп за Руной Руну в итоге не взял И Квапа забирает Руну Инвиза Руна Инвиза в батле Поэтому Год может И вылазку устроить На любую из линий Для этого неплохо Было бы получить Шестой левел Ну Год В принципе для этого Я так понимаю И держит руну До сих пор Не юзает ее Ну теперь по ХП Потратился Немного у нас год Вынужден руну Проюзать Ну и все И Пайкат Да что такое Пайкат в это время Убивает Айдхантера Опять через Найтмэр Я так понимаю Через Брейнсап Как-то не очень Аккуратно играет У нас Оффлейнер Команды Виртус Про Фобос сливается Уже второй раз При том что вообще По идее сливаться Не должен все-таки Толстяк знатный Ну не Фобос Конечно А Тайтхантер Ну и Фобос Ну и Тайтхантер Тоже У лоды По крипам 22 на 6 На первом месте Все равно Или дан 31 на 15 24 на 6 У Пайката 25 на 6 У Года И Тайтхантера У нас прогоняют Со сложной линии Ульта пошла у нас От Пайката Ловят ФНГ Здесь подбрасывает Его вверх Лода И приземление Уже болезненное Для гирокоптера Тини сразу Эваленджем Встретил у нас ФНГ ФНГ отправляется В таверну 4-2 Alliance впереди На 500 золота И проигрывают 1000 Виртус Про По Alliance проигрывают Команде Виртус Про 1000 По экспириенсу Сразу же сюда Гирокоптер Так вкачай ты ракету Хоть в один ФНГ Что происходит У Квапы Есть 6 Есть Sonic Wave Пока что Год его не юзал Не было просто Такого варианта И Лил здесь Пытается отводы Устроить Серьезный Кстати Забирать непонятно Кому эти отводы Может быть Гирокоптер в итоге Их будет выфармливать Ну видимо Еще один саппорт Вот поэтому Не качается ракета Потому что Еще один саппорт Который в итоге В сами керри выйдет Гирокоптеру сложно Не зарабатывать деньги Даже если у него Нет нормальных артефактов А есть хотя бы Левел Факин Мэтт Разбивает у нас Руны И Факин Мэтт На лоу хп В Найтмэр Отправляет года Ну и все И будет сразу же У нас года ФНГ И год забирает Факин Мэда Бэйн отправляется В таверну Пайкат за годом Что делать году Слишком долго Ждать году В принципе До появления Блинка Все Висп забрал В итоге у нас Мидера команды Виртус Про Аки очень неплохо Себя по золоту чувствует Давайте глянем Нетворс Пятое место Проигрывает Всего лишь 400 мидер У команды Виртус Про Ну это же жесть Какая-то ФНГ Подбрасывает У нас Тини Тос Эваленш И еще один Килл Атаки Даблкил От саппорта Команды Альянс 6-3 Счет Золото 2000 Плюс Альянс По экспириенсу Альянс Выигрывают Уже Немного Но тем не менее Тем не менее Они проигрывали 1500 по экспе Это потому что Лайфстилер Хорошо фармил Он продолжает Хорошо фармить Даже и Некий килл Сделал у нас Иллидан Но вся команда Альянс В принципе Поуверенней Смотрится Иллидану Уже рецепт На Мидас Летит Или бежит Или нет Лежит Не летит И не бежит А лежит Вот здесь Вот у нас Мертвый Летающий Путш И еще 2 минуты Не будет курьера Команды Виртус Про Это значит Что Иллидан Потерял Ну минимум 400 голды Иллидан Только что Слил На курьере Стыд и срам Просто Как можно было Курьера Там отдать Ну Не до контроля Правда Что это Объясняет По сути Ничего хорошего Для ВП Это точно Тинни Перемещается на Мидлейн Сразу пойдет У нас Лода В Аганим У него Уже есть Пойнт Бустер У него есть Аки Которые его В беде Не бросят В любом случае Поэтому Тинни Может себе Позволить Избавиться От барабанов Избавиться От этой Рутины И сразу Собираться В Аганим Соу Все Отжимают У нас Паузу Восемь с половиной Минут Мы видели Две с лишним Золото И ВП все равно Держится В плюсе По экспириенсу Несмотря на то Что так сильно Проседают По всем Гот У нас Забирает Внизу Факен Мэда Фобос Поучаствовал В этом Правда Реведж Не потратил Но здесь Через гирокоптер А через флаккенон Несложно Забирает у нас Бэйна Бэйн Главный корм Для команды Виртус Про Из 4 киллов 2 сделано было На Бэйне И ФНГ Перемещается На мидлейн Почти пятый Левел гирокоптер Все ФНГ забирает Себе пятый Левел У Лоды У Лоды У Аки Уже Почти Шестой И мультиспауны Здесь для Лоды Так Каллидан у нас На топ лейне Разваливается От Бесмастера И от Мираны Да что это за Пайкат Пайкат чудеса Просто по всем линиям Я не успеваю за ними Какая-то Истерика просто От Пайката По всем линиям Моментально сжирают У нас герои за героями Даже лайфстилера Толстого Крепкого лайфстилера У которого есть Рейдж У которого есть Инфест Который мог спрятаться Куда угодно И все равно Не почувствовали его Год приходит у нас На топ Ловит стрелу Здесь Год Ловит стрелу И на фулл рейдж Мирана залетает Стрела в Года Года высвапывает У нас Винга Винга Сама умирает Ну и здесь Скорее всего Виспами Год умирает Так и играет Просто чудовищно Хорошо на Виспе Келлинг спри Сразу же назад И сразу же на Фобоса Минус 2 делает Команда Альянс Очень просто За 10 минут Они уже натворили Нереально крутых мувов 3,5 тысячи золота Альянс И по экспириенсу 1200 Тоже для команды Альянс Дальше файтится Эваленш Тос Ждем тебя внизу Келлинг спри Уже для Тини И дальше за Фобосом Пайкат у нас Без стрелы Фобос На лоу хп Фобос Тоже у нас отъезжает Мирана забирает Этот фраг Ну и 11-4 Ну что хорошего Ждет команда Виртус Про В этой игре Непонятно Они вроде взяли Тех кто должен В лейт выходить Например Тини Да это Нюкер На ранних левелах Все это ясно Тос Эваленш Но Висп плюс Тини Существует Триллион лет уже Неужели Виртус Про Не знали Что их ждет Неужели они Не умеют Контрить данную комбинацию Я например не умею Но я и не Виртус Про В конце-то концов Нет Не контримых комбинаций Я видел как Те же Альянс Проигрывали Не только Альянс Сикреты Проигрывали данной комбинацией Тини плюс Висп Так что комбинацию Контрить можно Ну ВП тут как-то Не нашлись По золоту Они уже проигрывают 5.5 По экспе Под 4 их поражения Элидан За всю команду Здесь пыхтит Старается 4.700 У него Нетворс 5.000 Пайкат И 5.400 Тини Релокейт есть У Аки Я так понимаю Будут лететь Будут лететь Элидана видят Брейнсап Сюда релокейт Сюда топорят Бульдога Минус Элидан Ну покажите Кому он достался Странно Дота мне решила Не показывать Кому достался Элидан Почему? А просто Не дает у нас Информацию Дота Ладно Забрали Элидана Элидана скорее всего Забрал Тини Или не Тини Или Адмирал Бульдог Или ладно Абсолютно без разницы Без разницы 12-4 Важно только то Что в 3 раза больше Убила команда Альянс И Что они по золоту Выигрывают 6 По экспириенсу 4 На 12-й минуте Это много Точно вам говорю Это много И это уже готовый Аганим для Лоды 12-я минута У Тини Есть Аганим Почти 10-й левел Еще один врыв В какой-то файт Еще один килл В присутствии Лоды Это будет 11-й левел Это будет очень много Дэмэджа Это будет бревно И это по всем Это сплэш по всем И Лода Даже не получив 11-й уровень Уже С деревом в руках У нас Смотрим на превращение Лоды Вот оно Дерево или не дерево Что-то Ну жесть какая-то Худший мне кажется Из Сетов на Тини Из ныне существующих И тех Которые будут созданы Команда Альянс Выходит у нас На мидлейн Пока что Никто сейвить не будет В это время Виртуз Про Забирают вышку На нижнем лане Лода Ковыряет тавер По мидлейну Прилетает На Т3 Фобос И сюда же у нас Летит к Вапам Ну и что Лода в итоге Забирает тавер Без проблем Забрал тавер Еще раз Курьер Дайров У нас сливается Да что ты будешь делать А На хайграунде Сливается у нас Курьер Дайров Гот Попадает под Тоса и Валеншот Лоды И улетает отсюда Лода Улетает по хилице И сейчас вернется Пока что у нас Адмирал Бульдог Забирает Вместе с Пайкатом Элитана Адмирал Бульдог Дальше от Лила Быстрее бежать Реведж пошел от Фобоса Стрела прилетает У нас в В кого Да даже не поймешь В кого В любом случае Да В Тайдхантер у нас Прилетает стрела Триплкил от Пайката В этом файте Ну 4 в 2 Размен На ровном месте Да при том что Дрались без лоды Дрались без Аки Ни тебе Веспа Ни тебе Тини Ни тебе Супер Дэмэдж А Пайкат уже творит Дичайшие чудеса Так посмотрите на артефакты Без артефактов Барабаны и фазы И это Мирана Это та Мирана Которая Та самая Мирана Которая Вы поняли Это крутая Дамажищая Мирана У которой все в порядке С руками У которой Крутая точность По стрелам Которая Просто Бей беги У Пайката Получается на ура 8-0 2 Счет на данный момент У Лоды 4-0-5 Лода тут Даже асистил Больше чем убивал У Аки Счет 3-1-6 Ну и все это Так хорошо Смотрится Для команды Альянс Так Лоды 300 копеек Сейчас на руках Посмотрим Что тут будет После Данной пачки Я думаю Где-то Тысячам Полутора Должен выйти у нас Лода Ну или 1300 минимум 1250 Лода Зарабатывает Ну В общей сложности Одна тысяча Здесь стояла В виде Эншентов Зарезервированная Для Лоды Мирана Готова ворваться Смог провязала Команда Альянс Под Т2 Бросок у нас Мирана ФНГ ловят Кулдаун От ФНГ ФНГ на лох ХП Адмирал Бульдог В года Из года Вылазит Иллидан Иллидан Готов файтиться Адмирал Бульдога Забрали Факен Мэтт Цепляет здесь Иллидана Иллидан В таверну И Аки Доминейтинг стрик Уже в данном факте Два в один Подрались Потеряли саппорта И потеряли Мейн керри Факен Мэтт На хайграунд Еще один килл Венжи фул спирит В таверну Пайкат просто Загоняет под Фонтан Команду Виртуз Про Да Альянс Смотрится Очень даже Некисло При наличии Адмирал Бульдога Все это Смотрится Прям на ура Я думал С Нави Просто так хорошо Пошло у команды Альянс Нет У команды Альянс Пошло так хорошо Потому что Это команда Альянс Потому что Они в порядке Вот пожалуйста Мейл Стром Хороший Пабовский Закуп То есть Осмелюсь признаться И у меня Мирана Ровно такая же И всегда были вопросы Почему это не работает Потому что Это не работает В комбинациях Классических Где Мирана У нас За стрелу Отвечает и за Инвиз Для всей команды А если Мирана У нас отвечает За ганги По всей карте Если Мирана У нас на линии Выформила Чуть ли не больше Всех А вы видите Что с пайкатом Происходит 8400 Пайкат У нас фарм Или дан Мейнкерри Команды Виртуз Про 5300 То конечно Это работает Этот Милл Стром Сейчас поперек горла В всей команде Виртуз Про Станет На 16 минуте 13000 Преимущество Альянс По золоту И 8000 По экспириенсу Пайкат Тут просто Маленький Вообще Ликбез По Миране Организовал Для всех Юных дотеров Любо Дорого смотреть Ну ладно Перемотаем Все Отжимает у нас Паузу 16 минут Сыграно Золото Вы видели 13 Экспириенс 8000 В пользу Команды Альянс Пайката Есть фейсбуцы Единственное Чему не хватает Пайкату Это наверное Яша Чтобы стать Таким Мультимобильным Быстробегающим Быстробьющим С большим Количеством Молнии У Лоды У Лоды Появляется Даггер Появляется Даггер Это после Плейтмейла Просто укрепился Немножко На стене Знает Свои слабые Стороны Лода Стороны Эти слабые Заключаются В трех Дефа В трех Брони И полетел У нас Файт На нижний Лайн На нижнюю Руну Лода Ловит Стана От Лила Лода В инвиз От Пайката Ну и что Иллидана Поймали Крик от Адмирал Бульдога Высвапывает Его Лил Минус Ну минус Все просто Кто здесь Живой Здесь живой Год Год даже Близко Сюда не Подходит Команда Виртус Про Сдалась 17 минут Хватило Команде Альянс Чтобы Полностью Моральное Состояние Коллектива Виртус Про В этой Игре Уничтожить Уничтожить По факту Альянс Выглядят Мощно И Факин Мэт И Пайкат И Лода И Адмирал Бульдог Все это Смотрится Очень Даже Гармонично И у меня Плохие Новости Для команды Нави В квалах На Интернешнл Я этой игры Не видел Теперь вижу И действительно Есть над чем Задуматься Есть по поводу Чего попереживать Команде Нави В вопросах Получения Инвайта Не инвайта Точнее Квалификационного Билета На Интернешнл Ладно У нас небольшая Пауза Впереди Второй Ответный матч Подписываться На наш канал На Твиче Для вас Работает студия Игрокам ТВ И я Друг лично Заходите В группу Вконтакте Подписывайтесь И канал Ютуб Просто Как маленький Бонус Для нас Буду Очень Вам Благодарен И Услышимся Через 2-3 минуты Небольшая Пауза И сразу Нон-стоп Продолжение Альянс Против Виртус Про Ответная Игра Через 3 минуты До связи Продолжение следует... Продолжение следует...